Ребят, всем привет! Меня зовут Елена Райтман И добро пожаловать на мой канал! Если ты еще не подписан и не стал частью нашей огромной семьи То скорее подписывайся, потому что мы тебя ждем! Я вот уже представляю ваши лица После того, как вы прочитали название видео Чииииии И вот с вашим Чииии Я согласна Мне написал вампир Вампир! Мне написал! Дожили! Вампиры пишут! Когда я читала его сообщение, я старалась изо всех сил Просто тупо не заржать Так что получается? Получается, что у нас сегодня переписка с вампиром. А вы-то, наверное, на фейков рассчитывали. Профиль у него закрытый, у него нет публикации, у него нет подписчиков, у него нет подписок, у него нет ничего. На аватарке изображен вот такой вот мужчина старых времен, скажем так, и он мне отправил просто гигантское сообщение. Внимание, смотрите, что он написал. Добрый вечер, миледи. Мы давно наблюдаем за вашей личностью и деятельностью. Нам весьма льстит ваша любовь и уважение к нашему виду, а также стремление присоединиться к нам. Я имею великую честь представиться вам лично. Меня зовут Атрекс, мое имя может показаться вам странным, в наше время его не встретишь. Однако лет 200 назад она была популярна, в то время, когда мне его дали. Я вампир, мне более 200 лет. Я многое пережил и многое увидел. Елена, я осудомлен, что вы верите в вампиров и хотите им стать. Я вижу, что вы восхищаетесь нами и что вам можно доверить нашу тайну. В наше время вампиров становится все меньше и меньше. Дело в том, что мы не можем раскрыться людям. Наш вид обязан находиться под строжайшей тайной. Мы не можем подвести их к Создателю. Люди в этом веке весьма ненадежны и позволяют смертным обнаружить себя. Но мы верим, что с вашей кандидатурой таких проблем не возникнет. Я блогер, которая снимает переписку. Конечно, с моей кандидатурой проблем не будет. Короче, вот такое вот сообщение. И вот что вы прикажете думать? Вот сижу, никого не трогаю. Тут бабах, 200-летний вампир мне пишет. Предлагает обратить меня в него, в вампира, в меня. Так что? Я считаю, соглашаться надо. Я считаю, надо переписываться. Я считаю, надо выведать всю тайну вампиров. Мне ну а что надо? Нифига себе вампир. Здравствуйте, мистер вампир сэр. Не, ну а что, не каждый день тебе вампир спишет. Вот вам каждый день вампир пишет? Не каждый. И мне не каждый. Первый раз мне написал. Конечно, я в шоках. Вы чего? Елена, вы ознакомились с моим письмом? Ознакомилась. Да, но вы сами понимаете, не каждый день приходят подобные предложения. Я понимаю. Ты же моя пусечка. У меня столько к нему есть вопросов. Я, блин, копила эти вопросы всю жизнь. С того момента, когда впервые в жизни посмотрела фильм про вампиров. Поэтому я сейчас просто завалю его вопросами. Могу я задать пару вопросов, чтобы определиться? Без сомнений, да. О, как. Я понимаю, что выбор сложный и ответственный, который полностью изменит вашу жизнь. На до и после. Да это пофиг, мне надо вопрос задать. Вот смотрите, обратили меня вампира. Звонит мне мой менеджер, говорит. Слушай, Лен, у тебя там мероприятие на чистом воздухе, на солнышке, короче, днем. Приезжай. Как мне это солнышко вообще? У меня фиолетово на него будет? Или я типа это, ну все. Очень много мероприятий, фестиваля, на которых я должна днем присутствовать. Поэтому, типа, как я вообще буду жить на солнце? Вы боитесь дневного света? Просто я, как блогер, должна часто бывать на мероприятиях, которые проходят днем. Нет, дневной свет нам не страшен. В смысле не страшен? Я умная, у них есть дневные кольца. Надеваешь, типа, и все, и как бы, и солнце тебя не трогает. И можно жить. Вот так-то. У вас есть дневные кольца, которые защищают? Нет, колец у нас нет. А как без колец? А, поняла. Короче, им нужна облачная погода. Потому что, если будет светить солнце, то у них кожа будет блестеть. И тогда, как бы, люди поймут, они же не тупые. Они поймут, что вот это вот вампир. Надо просто не попадаться на солнце. Значит, вы светитесь при дневном свете? Вы пересмотрели сумерки и дневники вампира. Мы не светимся от солнца. А что вы тогда делаете, простите? Что, что тогда делаете-то? И нет, не пересмотрела. Всего лишь смотрела каждый фильм, не знаю, ну раз по 50. Это что называется, пересмотрела теперь? А что тогда делаете? Ничего. Солнце нам не вредит. Это придумали наши старейшины, чтобы люди думали, что днем они в безопасности и им ничего не грозит. На самом деле, дневной свет для нас не вреден. Что, совсем не вреден. А кол? Неприятно, но терпимо. А чеснок? Приправа. Святая вода. Можно пить. Что за вампир такой? Что происходит? Я в шоке. Елена, вы сказали, что хотите продолжить карьеру блогера. Да. Буду вампиром, блогерство не брошу никогда. Буду, значит, снимать влоги, типа, подписчики управляют моей жизнью 24 часа. Как на сегодня добираться до кафешки? Полететь в роли летучей мыши или добежать с суперскоростью? Донорская или свежая? Короче, блогером я буду. Неважно, вампир или не вампир. Но это невозможно будет сделать. В смысле невозможно? Вам придется закрыть канал. Люди будут видеть, что вы не стареете и не меняетесь. И начнут догадываться. Вампиры не могут вести публичную жизнь. Это запрещено. А не пойти бы... Здравствуйте, приехала. А че это? Ну, кремом хорошим мажусь. Че, вы же поверите, если я скажу... Так, а че скрывать? Ну, вот, сказала я вам и все. И че у тебя теперь? О, нет. В смысле? А чем мне тогда заниматься? Вести жизнь подростка. А че там у них за жизнь-то? Ты Софья Куба? Экзамены ЕГЭ? Не, я не хочу быть подростком. А можно спросить, а кто ты по образованию? Я доктор. Блин, доктор это вообще удобно, особенно если ты вампир. У меня как бы есть высшее образование, но, если честно, моя профессия, на которую я училась, мне вообще не нравится. Я ландшафтный дизайнер-агроном. В наше время развития диджитал-индустрии, будучи блогером, я бы выбрала что-то более востребованное. Интернет-профессии сейчас полно. Я всерьез задумалась о получении второго высшего. Я прочитала, что интернет-факультет университета Синергия проводит обучение по программам высшего, среднего, второго высшего образования и магистратуры. И, конечно же, с получением диплома государственного образца. Так как я уже блогер и образование хочу получить больше для себя, то эта информация будет полезна вам. В общем, они помогают с трудоустройством, то есть после обучения вам будет куда пойти. Они помогут пройти стажировку в ведущих компаниях, помогут вам составить резюме для работодателя и дают гарантию, что вы сможете устроиться на хорошую работу. Это очень здорово, особенно для тех, кто сам не может или не знает, как действовать. У них 12 направлений обучения. Дизайн, маркетинг, управление и программирование. Если вы уже задумываетесь о образовании, то ссылочку я оставлю в описании к видео. Так, ладно, возвращаемся к нашему вампиру. Я ему написала то же самое, так сказать, на жизнь пожаловалась. Я пишу, что доктор это круто, а я ландшафтный дизайнер или агроном. Короче, непонятно кто, фиг знает кто. И я бы хотела другую профессию, связанную с интернетом. У тебя будет такая возможность, у тебя впереди бесконечная жизнь. Елена, я вынуждена отойти, у меня жажда, и я должен выйти на охоту. Почему у меня так смешно от этого, я не знаю. Так, все, сейчас я ему дам совет. А то хочешь есть, попей водички. Ну что, ну он, видите, он на таких серьезных щах это все говорит. Я вампир. Стал бы вампир мне в инстаграме реально писать. Вот вампир бы реальный, не стал бы так делать. Ладно, я тогда тоже пойду поем, салат поем. Я. И как только он мне напишет, я сразу же продолжу съемки. Итак, с нашей охоты вернулся наш вампиреныш. Он написал мне, к сожалению, Елена, нашему виду это не подходит. Ну вот мой совет, типа, хочешь есть, попей в водичке. Он сказал, что нет, нафиг воду. Хорошо. И что ты ел? Вот мне столько всего хочется спросить. Ну, например, да, вот он вампир-мальчик, да? Девочки, ну вы как бы поняли, какой вопрос. Чисто женская проблема. И вот как вот на эту женскую проблему реагирует в это время вампир-мальчик? Ну как бы на вопросов у меня много. Поэтому я ничего слуха не звучу, потому что я вернусь, что он скажет, что ты очень больная, что ли? Ну они же чуют это, да, за милю. А тут как бы, ну, целую неделю. Здравствуйте. Простите, я, может, так не буду. Я хочу у него узнать, является ли кто-то из известных людей вампиром. А кто-то из известных людей является вампиром? Да. Ага, да, ага, да, ага. А сказал нельзя. Нельзя сказал, мне нельзя, а они что являются, а? Да ты же сказал, нельзя вести публичную жизнь. Есть определенные правила. Какие правила? Раньше публичную жизнь можно было вести раз в сто лет. Тебя должны были забыть. Сейчас этот срок увеличен, и необходимо менять внешность. Ага. А мой сладкий пирожочек Йен, он вампир? А Йен вампир? Нет. Но будет. Ну давайте говорить откровенно. Вы все видели Йена в дневниках вампира, да, Дэймона? Ну он же просто отвал всего на свете, согласитесь. Вампир из него, это, вот просто он рожден для этого. Если в мире есть вампиры, наверняка есть вампиры девочки. Наверняка они же смотрят сериалы, фильмы, наверняка не видели Йена в сериале. Слушайте, ну да не может быть, что ни одна вампирша не захотела его обратить и себе привязать. После такой-то роли. А вот давайте честно, вот если бы вы были вампиром, вы бы обратили своего кумира, чтобы быть с ним вместе. Всегда, всю жизнь. Да по-любому какая-то вампирка бы его уже давно это. Давайте у него узнаем, имеют ли вампиры какую-то силу. Потому что в разных фильмах, сериалах она есть. А вампиры имеют какую-то силу? Внушение там? Или предвидеть будущее? Или суперскорость? Ну хоть что-то они умеют. Я повторюсь, ты пересмотрела Сумерки и дневники вампира. Слушай, слушай. Там снимается Дэймон Йен. Там снимается Роберт Паттисон. Конечно, я пересмотрела. Ну ты, 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 ты чё? Чё за вопрос, конечно? Ещё пересмотрю. Кучу, сегодня же начну пересматривать. Чё, ещё ничего не умеете? Чё-то мне какие-то вампиры вот эти вот современные не нравятся. Есть вампирское обаяние, от которого никто не сможет устоять. Стоп, стоп, стоп. Я уточню. То есть, если я стану вампиром, найду Йена, то он не сможет устоять передо мной? Да. Я согласна! Наконец-то Йен будет моим. Я ещё не рассказала сложности, с которыми ты столкнёшься. Я согласна. От многих вещей тебе придётся отказаться. Я согласна. Сама ты не сможешь обратить вампира. Я не согласна! В смысле я не могу? Чё за дела такие? Я планировала влюбить в себя Йена, обратить его, обратить свою семью, обратить маму, обратить подругу, обратить друга, обратить женщину, которая делает кофе у меня вот внизу. Кофе вкусный просто, она мне нужна будет при вечной жизни. Там реально вкусный кофе. Короче, я обратить хотела и всех, и всё, и бессмертная жизнь у меня бы, в принципе, кайфово. А чё значит я не могу? А ты можешь, а я не могу? Чё за дела такие? Я не поняла. Чё за дискриминация? Йена точно невозможно обратить. Это против правил. Каких ещё правил? Сейчас перепишем быстренько. Запрещено обращать тех, кто играл в вампиров. Они порочат нашу честь. Кто? Кто вашу честь-то порочит? Это Йен-то порочит вашу честь? Да вы видели, как он вампира сыграл? Так, да все хотят стать вампиром после того, как он сыграл. Он вас просто, я не знаю, сделал. Типа, ну боже, какой пирожочек сладкий с корицей. Это Йен-то порт, ты чё, ты глаза-то раскрой, ты чём-то обзыркаешь? У тебя глаза уже двухсотлетнего, а ты там это, даже вот на них не рассчитывай на свои глаза. Они уже всё с другойностью закончился. Запрещено. Думаешь, ты мне сказала, нельзя, Лена, нельзя? Я такая, да, хорошо, мой повелитель. Ага. А как обращают вампира? Надо укусить? Да. Я просто поеду к Йену и укусу. Чё ты мне сделаешь? Чё ты мне сделаешь, Вася? Атракс. Чё ты мне сделаешь, Атракс? Так я укушу его и всё. Елена, он не будет вампиром. Если честно перестанешь перечить, то я тебя укушу. Ты смеешь перечить двухсотлетнему вампиру? А чё это двухсотлетний вампир вредничает? Сам вредничать начал. Я предлагаю вам всё взвесить и обдумать. Это решение, от которого изменится вся ваша жизнь. А допустим, хорошо, я такая говорю, да, окей, давай, я стану вампиром. И как это произойдёт? Как он меня обратит? Типа, мы с ним встретимся или чё? Или как? Или он мне свой яд по почте перешлёт? Как это произойдёт? А как ты сделаешь меня вампиром? Мы с тобой встретимся? Это целый обряд. Это не то, что ты видела в фильмах. Так как мы это сделаем? Всему своё время, Елена. Для начала ты должна взвесить все за и против. И когда ты будешь готова, я напишу тебе, и мы начнём обращение. А оборотни существуют? Давайте узнаем. Слушай, а скажи, оборотни существуют? Да. Значит, где-то бродит на свете и Джейкоб. А как они выглядят? Как волки? Нет. Это тоже миф. Оборотни выглядят по-другому. А можешь показать, как? Чё-чё-чё? Это оборотни. Чё-то как-то не... Вот если бы мне оборотни написал, сказал, хочешь стать оборотнем, я бы сказала, не. Ну, посмотрите на эту рожу. Подождите. Так, стоп. Если так выглядят оборотни, то как тогда выглядят вампиры? Может, они ещё хуже? Может, у них кожа жёлтая? Может, они лысые? Волосатые? Чё-то как-то не симпатично. А вампиры как выглядят? Можешь прислать своё фото? Сделай мне сигну. Не, ну а чё? Знаете, зато потом смогу сказать, у меня есть сигна от 200-летнего вампира. Я уже представляю, как этот вампир, мужик, 200 лет, ему пишет Елена. И вот так фоткается. Чё, помечтать нельзя теперь? Вампиры не могут фотографироваться. Мы не отображаемся в зеркалах и на фотографиях. Стоп! Получается, что я никогда в жизни больше не смогу увидеть своего отражения? Накраситься не смогу сама. А если меня даже кто-то накрасит, то я не смогу увидеть, как меня накрасили? Я никогда не смогу сделать селфи в инстаграм? Я не смогу быть блогером. А как? Вот смотрите, вот, допустим, я стала вампиром. Ребят, всем привет, меня зовут Елена Райтман и добро пожаловать на мой канал. Если вы ещё не подписаны и не стали часть нашей огромной семьи, то скорее подписывайся. Если вы думаете, а где сама Еленочка Райтман, понимаете, я как бы сижу прямо сейчас перед вами. Но поскольку я вампир и я не отображаюсь в камере, то вы меня увидеть не можете. И в принципе, как бы, это, конечно, странно, особенно с учётом, когда я буду снимать скетчи для вас. То есть вы ничего не увидите, будете только слышать. А очень офигенные скетчи будут. Ммм, подписчики так и попрут от контента. Я уже это вижу. То есть, типа, я вот так должна была делать, а ещё? Да, ну это как-то, короче, это такое себе. Чё-то как-то, знаете, мне это вообще не... Что это за блогер такой, который в камере-то не отображается? В смысле вы не отображаетесь? То есть я не смогу смотреть в зеркало и делать селфи и вести инсту? А как я видео буду снимать? Блогер, которого нет в кадре? Чё такое? Уже вижу название канала. Блогер, которого нету в кадре. Жесть. Елена, поэтому я ей сказала, что вампиры не могут вести публичную жизнь. Херня ваша, вампиры, я отказываюсь. Просто представьте, что я выступаю, допустим, на фестивале каком-то, да, там у меня автограф-сессия. Ко мне подходят подписчики, вот эта вот очередь, да, стоит. Ребята бедные стоят долгое время, чтобы со мной сфотографироваться. Они со мной фотографируются, идут такие довольные, счастливые кому-то показать, либо выставить. А херак, типа, а Лены нету в кадре. И подписчик такой, я не понял. Я типа сейчас стояла, чё я, чё я стояла-то час? И организаторы фестиваля мне такие, Лена, я не понял. Ты не охранила, Лена? Не, вообще не варик. Не, не получается. Да, поэтому нельзя. Чё-то как-то вообще, ну, чё-то какая-то жизнь у них не очень. Подумай и позже всё обсудим. Хорошо. Слушайте, ребят, а вот если бы реально вот вам продолжили стать вампиром, бессмертная жизнь, да, там, ну, всё, что делают вампиры, вы знаете. И вот такие вот были моменты. Вы не отображаетесь, вы не можете вести публичную жизнь, там, вы не можете вести социальные сети, потому что вас тупо не увидит камера. Вот вы бы согласились стать вампиром? Напишите в комментариях, хотели бы вы стать вампиром, зная всё вот это вот, то, что именно фейк нам описал. Я бы отказалась, пожалуй. Хотя прикольно, наверное, если ты заходишь в банк, то камеры банка тебя не заметят. Так, всё. Короче, ребята, вампир будет ждать от меня ответ. Так что напишите мне в комментариях, дать ему ответ или нет, или закончить. Могу снять вторую часть, если хотите, только напишите об этом в комментариях. Ладно, я благодарю вас за просмотр. Всем спасибо, что были тут, что смотрели видео, что подписываетесь на канал. Всем спасибо ещё раз. Пока-пока. Подождите, стоп, ребят, а вы заметили, как я, короче, кнопочку сейчас подписаться показываю? Скажите, как вам я очень старалась, понравилось или нет? Ну, я старалась. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok